День добрый уважаемые зрители. Сезонные льготы. Кто получит прибавку к пенсии и компенсацию этим летом? В пенсионном фонде России продлили до 1 июля упрощенный порядок назначения и получения пенсии. В то же время этим летом пожилые люди смогут получить несколько льгот, о которых мало кто знает. Например, бесплатный бензин, путевку на курорт или дополнительную выплату за возраст. Как получить льготы и компенсации и сколько они позволят сэкономить? В начале июня в ПФР сообщили, что продлевают упрощенный порядок назначения пенсии и других социальных выплат еще на месяц до 1 июля. Дистанционное оформление документов начали активно практиковать после начала пандемии коронавируса. С тех пор документооборот стал значительно проще. Многие ношуства перестали носить временный характер и стали постоянными. В то же время ряд мер, упрощающих назначение выплат, продолжают продлевать из-за пандемии. Тем более, что ситуация с распространением коронавируса сейчас снова стала ухудшаться. С 1 июля страховая пенсия по старости будет назначаться мужчинам с 61,5 года, а женщинам с 56,5. Дело в том, что повышение пенсионного возраста идет постепенно. К 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин. В этом году право на страховую пенсию по старости определяется при наличии страхового стажа продолжительностью не менее 12 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере 21. За установлением выплат можно обращаться лично через клиентскую службу пенсионного фонда, либо дистанционно через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда или на едином портале госуслуг. Сделать это нужно не ранее, чем за один месяц до даты получения права на пенсию. В период распространения коронавирусной инфекции до 1 июля 2021 года обратиться с заявлением можно без личной явки, достаточно позвонив по телефону, уточнили в пенсионном фонде. Кроме того, летом пенсионеры могут рассчитывать на целый ряд так называемых сезонных льгот. Так во многих регионах сейчас действуют акции, по которым пенсионеры-дачники могут получить бесплатные семена. Как правило, речь идет о популярных культурах, таких как огурцы, помидоры, капуста, морковь, свекла. На региональном уровне действует множество программ по предоставлению пенсионерам бесплатного бензина. Правда, тут есть свои ограничения. Компенсация за топливо обычно положена не всем пенсионерам, а отдельным категориям льготников, например, обладающим определенными наградами. Причем получить ее могут не только сами пожилые люди, но и их законные представители, например, дети или внуки. В ряде случаев можно претендовать на ежемесячную денежную компенсацию расходов на топливо, исходя из расчета оплаты 100 литров высокооктанового бензина. Кстати, расчет идет исходя из рыночных цен, которые действовали в регионе за месяц до назначения выплаты. Допустим, человек получает компенсацию в июле. Тогда она рассчитывается исходя из стоимости топлива в июне. Компенсации за топливо определенным категориям льготников есть в Москве, Новосибирской, Пензенской и ряде других областей. Как отметил адвокат Владимир Пастенюк, сейчас многие пенсионеры получают субсидии на оплату услуг ЖКХ. С 1 июля получателей такой льготы может стать больше. Право на компенсацию имеют люди, у которых размер платы за услуги ЖКХ превышает 22% от совокупного ежемесячного дохода семьи. Это федеральный норматив. Устанавливаются параметры на региональном уровне. Повысить его нельзя, а понизить можно, что и делается в определенных регионах. Например, в Москве он составляет 10% от дохода семьи. Сейчас предлагается снизить допустимый процент расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи. Он будет зависеть от экономических и социальных особенностей субъектов Российской Федерации. Ранее уже обсуждалась цифра в районе 15%. Окончательное решение будет принято ближе к концу месяца. Соответственно, при изменении процента совокупного ежемесячного дохода семьи может измениться и количество людей, которые смогут получить эту меру поддержки. 1 июля 2021 года заканчивается период, когда пенсионеры могли получать пенсии на карты платежных систем Visa и MasterCard. Уже со следующего месяца банки не смогут начислять пенсионные и социальные выплаты на пластиковые карты международных платежных систем. Деньги от пенсионного фонда будут зачисляться только на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия, а также на карты национальной платежной системы МИР. Об этом напомнила ведущая юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июле 2021 года, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 6044,48 рубля. Если человек получил инвалидность первой группы и ему назначена страховая пенсия, то ему сразу устанавливается повышение. В таком случае, когда он достигает возраста 80 лет, прибавки уже не будет. Повышение фиксированной выплаты устанавливается только по одному основанию. Также за людьми старше 80 лет или инвалидами первой группы можно оформить уход, рассказала Оксана Красовская. При этом компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному человеку, который ухаживает за нетрудоспособным. Не имеет значения, родственники ли они и живут ли вместе. Размер ежемесячной компенсационной выплаты сейчас составляет 1200 рублей. Кстати, в сезон отпусков пенсионеры могут сэкономить на отдыхе. Например, они могут компенсировать проезд на курорт. Это касается в первую очередь получателей страховой пенсии и пенсии по инвалидности, которые живут в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. В этом случае вполне реально можно сэкономить порядка 20-50 тысяч рублей. Добавлю, что повышение пенсии могут тем людям, которые решились переехать на постоянное место жительства в регионы Крайнего Севера или регионы, приравненные к ним. Будет учитываться районный коэффициент того региона, куда они переехали. Кроме того, в этом году есть множество льгот для оплаты проезда пенсионеров вне зависимости от региона их проживания. Обычно скидка составляет 50% на билеты для дальнего следования. Можно бесплатно получить билет на проезд до санатория или места лечения. Пенсионеров поддерживают, всяческие скидки им. Семена бесплатные раздают для посадок на дачных участках компенсации на бензин, на ЖКХ. В общем, кое-что, так скажем, может облегчить жизнь российского пенсионера. На этом пока все. По пенсионерам заходите на канал, подписывайтесь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok